Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет видео о кефире. Во многих старых своих лекциях я поднимал этот вопрос, но мельком отдельного видео не было. Пришло время поведать о кефире коротко и чётко, буквально всё, всё самое главное. А из данного видео вы узнаете вот о чём. Во-первых, то, что Мечников говорил не о кефире, а о простокваше. То, что промышленный современный кефир – это вообще не кефир 19 века. Вы узнаете о микробиоте кишечника и микрофлоре, а правильно говорить, фауне кефира. Что есть исходное сырьё для кефира сейчас. То есть, что такое промышленное молоко. Я поясню о кефире и дрожжах, о кефире и спирте, о кислотности и закислении организма, говоря о кефире. Напомню о диверсии в 60-е годы, когда внедрили массово кефир в обязательном порядке для детей. А также напомню о высказываниях известного вам Неумывакина и Николая Николаевича Дроздова о кефире и вообще молочных продуктах. Ну а в конце я дам свою рекламу. Кто не захочет – не посмотрит. И это, конечно же, не помешает тем, кто не любит рекламу. Так как суть данного видео и тема будет к тому моменту раскрыта полностью. Не захотите – не посмотрите. Всё честно. Итак, у многих людей, большинства, в умах сидит программа, что кефир – это полезный продукт. И начинают что-то придумывать, размышлять, вспоминать то, что они где-то когда-то услышали. И, конечно же, вспоминают Мечникова. Но давайте быть честными людьми и скажем прямо и ясно. Мечников говорил о простокваше. Более того, полученный не промышленным путем, а как это делали по старинке, соблюдая все необходимые правила. Где было медленное кисло-молочное брожение и, безусловно, из экологически чистого сырья, потому что другого тогда просто не было. Но стереотип этот застрял примерно с 60-х годов в подсознании людей современных, что кефир якобы полезен. Было много лжи на эту тему, пущено в широчайшее применение. Об этом я чуть дальше поясню. Да, говоря о молочно-кислом брожении, там есть один плюс. Потому что белок казеин, высокомолекулярный белок казеин молочный, разрушается практически или частично, когда идет какое-то брожение. Когда бактерии или, как в случае с кефиром, не только бактерии, но и грибки, дрожжевые дрожжи, перерабатывают отчасти вот этот белок до более простых составных частей. И тогда нагрузка на организм идет в меньшей степени от воздействия белка казеина. Я говорил во многих своих лекциях, как это происходит, то есть говорил про ту самую реакцию антигена-антитела, и об этом сейчас я не буду. Но шло время, время-деньги, и потому появилась массовая промышленная индустрия. Нужно было делать больше объема продукта за единицу времени. Тогда придумали пастеризацию. Пастеризацию делают, говоря о кефире, при 80 градусах. Полезные бактерии погибают многие, они не такие живучие, как патогенные, но в кефире остаются и даже специально добавляют штаммы. В разные периоды времени это делали, где была и определенная кефирная кишечная палочка, и стриптококи, и конечно же дошли до грибков микромицетов, а именно до разных видов дрожжей. И этот продукт стал получаться во много раз быстрее, чем в результате естественного долгого сквашивания. Ну а дрожжи здесь хорошие помощники в этом смысле. Но они, конечно же, угнетают родную нам кишечную симбиотическую микрофлору. Дрожжевые грибки убивают постепенно иммунитет, снижают его способности защитные. Грибки микромицеты, они неестественны для нашего организма, они являются захватчиками. Они являются одной из причин возникновения опухолевых процессов, воспалительных процессов. А тем более термофильные дрожжи, которые стали применяться в промышленности многих стран мира, и в том числе в СССР, в послевоенные годы. Плюс к этому добавим то, что молоко промышленное, безусловно, содержит гормоны и антибиотики. Я надеюсь, вы это прекрасно понимаете, хотя могли забыть, я напомню. Потому что коров по обязательным нормативам, естественным внутренним распоряжениям корпораций, чтобы они давали много молока, не болели в активной форме, а только вялотекущей. Я уже не говорю про лейкозное молоко, а я говорю только про добавку антибиотиков, естественно гормонов, ну и конечно же ГМО составляющих в виде генномодифицированной кукурузы и сой, которые обязательно входят в состав комбикормов, которыми подкармливают, докармливают коров. И сейчас не только крупные промышленные хозяйства, но и фермеры даже мелкие. И вот такое молоко является либо прямым источником питания, если люди его по невежеству глупости пьют, либо идут на изготовление кисломолочных продуктов. А гормоны, антибиотики никуда из продукта не выйдут, они в нем останутся и перейдут в организм человека, если он выпьет данный продукт, и будут причинять ему безусловный абсолютный вред. Вред, который будет накапливаться с месяцами и годами применения, безусловно. Помните, что кефир повышает кислотность желудка и 12-перстной кишки, вызывая и провоцируя гастриты и язвы как раз. Это ни жиры, ни сливки, ни другие жирные кисломолочные продукты, которые могут снижать болевые ощущения при уже имеющихся язвах, как это вы видели все, например, в фильме «Белой одежды». То есть восстановить работу кишечной микрофлоры нашей родной симбиотической кефиром невозможно. Помните, кисломолочные бактерии есть и в квашеной капусте. Кисломолочные бактерии – это не значит, что речь идет про молоко вообще. Ну а теперь еще более важное. Кефир является продуктом двойного брожения. То есть кисломолочного изначально и спиртового, и вот это самое страшное. Этиловый спирт является генным оружием. Это универсальный жирорастворитель, это протоплазматический яд, который уничтожает мозг, память, нравственность и многие другие физические, психические, естественные состояния организма. Нет ни одного органа, ни одной ткани, которая бы не уничтожалась от воздействия этого страшного наркотика. Напоминаю, по ГОСТам 30-х и 70-х годов и так далее, постепенно все уменьшалось. Его истинная роль спирта как наркотика и протоплазматического яда. Вы видите это на табличках сейчас. А почему образуется спирт? В кефире всегда есть углеводы, да та же лактоза, если уж даже искусственно сахар какой-то не добавляют, а его добавляют. И есть дрожжи, происходит спиртовое брожение, образуется спирт. И вот в 60-е годы активно стали пропагандировать, вот точно тогда же, когда активно стали пропагандировать красное вино на подводных лодках и так далее. А это, конечно же, была диверсия врагов народа по уничтожению, спаиванию. Это и есть действие того самого гарвардского проекта директивы 20 дроподина Алина Даллеса. Многие говорят сейчас, что это все глупость не было, а это не имеет никакого значения. Происходило ровно на 100% так, как было там описано. И этого уже достаточно. Билетристики всякой глупости словесной тут не нужно. Есть просто факты. Один в один. И главная задача по уничтожению советского народа, русского народа, других народов СССР была тогда проста. Через алкоголь, табак и другие наркотики. Но мы говорим сейчас о первичном, главном, самом массовом и, главное, страшном легальном наркотике. Это этиловом спирте. А браться нужно за детей. Потому что детей легче всего споить, уничтожить, подорвать их здоровье. И вот поэтому стали внедрять разные глупости. Типа японцы закупили там кефир у нас или технологии кефира. Это ложь, такого не было. Что кефир безумно полезен. Что кефир надо пить самое страшное. Перед сном, детям. И вот в 60-х годов на кухне, молочной кухне, стали выдавать в обязательном порядке. Каждой матери, у кого не хватало молока, кефир. Три бутылочки по 200 грамм. 600 грамм кефира в сутки. Ребенку. Грудничку. По советскому ГОСТу спирта было 0,5%. Если кефир постоит в тепле несколько часов, там уже 1%. А то и больше. Но даже википедия современная сообщает, что если кефир долго стоял в открытом виде, в тепле, не в холодильнике, он перекисает. И уровень этилового спирта в нем может достигать 2-3%. А если на ночь, тем более ребенок, выпьет кефир, то он будет дображивать. Ночью процесс переваривания, вечером идут очень плохо. Поджелудочная железа практически не работает. И ребенок получит минимум 3% от объема выпитого этилового спирта. А это значит, что 600 грамм арифметические действия, 50 грамм водки. А это 100% алкоголизация. Такой ребенок орет, да и выпить кефира хочет, потому что он уже алкоголик. Потом во взрослом, подростковом периоде попадет ему алкоголь в рот, и он сразу сопьется моментально. На это был сделан весь расчет по такой массовой, тотальной, безумной, вакханальной пропаганде потребления кефира. И ничего удивительного. Внутренний эндогенный алкоголь, который образуется, синтезируется в определенном, нужном для биохимии нашего организма количестве, уже не вырабатывается. Алкогольная доза, та, которая превышает внутреннюю естественную выработку, возрастает в несколько раз. Организм привыкает, и когда этой дозы нет, идет ломка. Такова природа любого наркотика. А некоторые, сдуру, родители, бабушки, дедушки добавляли еще и сахар. То есть, это значит, что не 3% уже, а большее тело спирта содержалось в том стакане кефира, который выпил ребенок. В СССР с 60-х годов стали более 40% всего молока перерабатывать на кефир. Итак, дорогие друзья, не извращайте законы природы. Ешьте и пейте только то, что природа предусмотрела и предусмотрела в определенный период времени развития организма, то есть, онтогенеза, грудное молочко, оно естественно для грудничков, для взрослого человека, подростка, неестественно, как неестественно для любого вида млекопитающих животных. То есть, безусловно, такого и нет, потому что это неестественно, чтобы какой-то теленок, ягненок, козленок, после того, как прекращает по какой-то некой программе свыше, когда молоко перестает у матери вырабатываться, а он перестает пить, меняется вся биохимия, перестает вырабатываться фермент ренин в желудках телят тех же, который может расщеплять молочный белок козин. И вот тут заключается самое главное и сакральное. Естественность и неестественность. И спорить здесь не нужно, ведь вы будете спорить не со мной, а с природой. Так есть в природе. Остальное извращение. За любое извращение человек обязательно платят со своим здоровьем. И это правильно, это естественно, это справедливо, потому что все очевидное лежит на поверхности. За последние годы, десятилетия, человек страшно извратил законы природы и получил тот объем, масштаб болезней, те ранние болезни, все молодеющие, чего не было раньше, еще сто лет назад и тем более ранее. Наткнулся я буквально недавно на одно видео Неумывакина, где он рассказывал о кефире и молоке. Буквально четыре минуты шел этот ролик. Под этим видео моим будет ссылочка, посмотрите потом. А называлось видео «Советы Неумывакина. Молоко или кефир?» И знак вопроса. А он там рассказывал о своей беседе с Николаем Николаевичем Дроздовым, всем вам известным человеке, биологе, профессоре, преподавателе МГУ, ну и так далее. И он там примерно так говорил, что Николай Николаевич мне, когда я задал вопрос, а как вот молоко, естественно ли пить кефир, он не мог подобрать по своей интеллигентности слов, которые его разум диктовали произнести, но культурность, интеллигентность не позволяла это сделать приличными словами. Где были сказаны те же слова, о чем я всегда говорил. Не извращайте законы природы. Какое молоко подростку? Какое молоко взрослому человеку? Все, этот период онтогенеза, то есть индивидуального развития организма, давно закончился. Молочный период, грудной период. И начался взрослый. И человек, как и любое другое животное, должны переходить на видовое питание, присущее данному виду. Молоко же не является таким продуктом. И тем более продукты из молока. Да, там можно найти определенную пользу, как практически в любом продукте. Но много можно найти и вредного. А вкусы, дорогие друзья, не должны руководить разумом человека. Не важно, что вам вкусно, нравится. Это вообще не имеет значения для сильного человека, волевого. Для разумного человека. Для звания вообще гордого человека, разумного. Есть же разум. Нельзя потакать во всем своим пристрастиям, привычкам и желаниям. А тем более нельзя ради своих привычек и желаний топтать, глумиться над здравым смыслом, рассудком, разумом. Любой молочный продукт неестественен. И не нужно говорить о меньшей пользе, большей пользе. Или пагубе. Больше или меньше. Да, понятно, сливки и жир менее вредны, чем те продукты молочные, где больше остаточного казеина, лактозы, тем более галактозы и так далее, и так далее. Смотрите обязательно вот эти мои лекции о молоке и молочных продуктах. Их очень много. Начните обязательно с той лекции, где я на черном фоне. В телевидение приезжала, снимала меня хорошая съемка. Я рассказываю подробно и досконально о всех главных пагубах молока и молочных продуктов. Если вы не хотите, чтобы умственные способности ваших детей, внуков, были ниже нижнего, не спаивайте их кефиром с молоду, с первых лет жизни. Уберите кефир из рациона питания, хотя бы кефир из молочных продуктов. Не спаивайте, не убивайте своих детей своими же собственными руками. Не все полезно, что в рот полезло. И тем более, помните мудрую пословицу, что Бог создал пищу, а дьявол кулинара. Так вот, чем больше вы занимаетесь кулинарными изысками, извращениями по-другому, тем хуже будет для вас, для вашего здоровья и для генетики, которую вы передадите вашим поколениям. А тем более, говоря о самом страшном антигенном факторе, это алкоголе. Итак, нет никаких доводов, которые перевесят пользу имеющиеся пагубой. Закройте для себя навсегда тему кефира. Я надеюсь, с моей помощью сейчас вы это смогли сделать. Передайте это видео тем, пошлите ссылочками, кто все-таки еще находится в неведении, верит кому-то там на слово. Не надо никому верить на слово, и мне не надо верить на слово. Разумные люди, будьте таковыми. Но хватит потакать своим порочным желаниям, привычкам, пристрастиям. Не для этого человек живет на свете, не для потакания своим наслаждением, мнимым, тем более вкусовым. Да и простую человеческую гордость надо иметь, чтобы какие-то привычки надо мной брали вверх, да не бывать этому. Вот как должен рассуждать сильный любой, порядочный человек. Ну, на этом все. Я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезным, но тем не менее, я обещал про рекламу кое-что сказать. И я все забываю уже, который день это сделать, поэтому решил в этом видео. Меня попросил это, собственно, сделать мой директор и управляющий магазина, который открыт от моего имени. Это розничный магазин в Москве, на Таганке. Ссылочка будет под этим видео. Я сразу хочу только наперед сказать. И это мое обращение к моим постоянным старым зрителям. Если вы меня уважаете, я прошу вас поступить следующим образом. Вот те клиенты, те мои постоянные покупатели, которые покупают, покупали в моем интернет-магазине nadgard.ru наши продукты и товары, также и покупаете. Так вот, только тогда, если у вас нет возможности действительно купить на сумму от 10 тысяч рублей, это минимальная сумма, объективно установленная, не буду расшифровывать по каким причинам, иначе мы просто не справимся с работой, на нашем основном сайте nadgard.ru, то тогда, я прошу вас, у вас есть ведь такая возможность приобрести товары и продукты наши на сумму даже от 2 тысяч рублей, на нашем втором сайте nadgard.su, вернее, это не мой сайт, этот сайт мы сделали и отдали в управление человеку, который является и директором, в том числе, и управляющим магазина, открытого вот в том числе на Таганке, или там покупать, если вы москвич, и вам удобно. Но только еще раз прошу, если вы покупаете на сумму от 10 тысяч рублей, пожалуйста, как покупали через наш сайт nadgard.ru, так и покупайте, тем более, что там будет это вам сделать, на нашем сайте основном, главном, старом, дешевле, потому что на многие продукты и товары от количества есть скидки, как на фокус, например, там и на другие товары. Итак, для вашего удобства, есть теперь розничный магазин, где вы можете попробовать купить наши товары, адрес будет под видео, или сайт nadgard.su, буквально от 1000, от 2000 рублей, там есть свои правила, вы можете приобрести наши продукты и товары. Ну, а уже лично на моем сайте nadgard.ru, все товары и продукты от меня, и некоторые со скидками, вы можете приобретать, как и приобретали раньше. Еще раз повторю, это наш сайт nadgard.ru. Что ж, дорогие друзья, теперь вы знаете эту информацию, я должен был вам об этом сказать, объявить, поэтому будет желание, пожалуйста, приезжайте и на Таганку. Продукты от Фролова там написаны, ну, все вы увидели по картинкам, не ошибетесь. Ну, и, собственно, если что, как проехать, можете узнать на сайте nadgard.su. Да, дорогие друзья, я очень советую вам почитать раздел отзывы на нашем сайте. Посмотрите, что пишут люди, которые покупали наши продукты, товары, и что они решили по зову своего сердца написать, оставить свой комментарий. Ну что ж, а на этом все. Желаю всем честным, порядочным, хорошим людям крепкого здоровья и здравомыслия. До свидания.